Всем привет! Компания KEF обновила серию Q. Новая акустическая линейка серии Q имеет 20 решений. Это белый и черный цвет. В составе серии есть три напольно-акустические системы. Это Q550, Q750 и Q950. Сегодня на тесте Q750. Новая серия получила не только внешне какие-то косметические обновления. Главное это новые технологические конструктивные решения. Динамик UniQ теперь работает в полном диапазоне частот. Убрали проходной конденсатор. Это конечно потребовало переделки динамика. То есть он должен был быть другим, чтобы воспроизводить в полном диапазоне частот. Второе это для того, чтобы правильно согласовать UniQ и низкие частоты, конструктивные изменения получил и низкочастотный динамик. Как устроена колонка? В верхней части расположена динамика UniQ. В центральной части снизу расположена низкочастотная динамика, выше и ниже пассивный радиатор, который помогает улучшить звучание на низких частотах. В чем уникальность UniQ? UniQ это точечный излучатель. Он отлично работает вне оси излучения, поэтому с любой точки пространства слышен чистый звук. После обновления звучание стало еще лучше. То есть убрали еще один элемент, звучание стало более чистым, более прозрачным. Сцена идеально ровная. Но оно и понятно, что динамик установлен наверху, работает в полном диапазоне частот. И линейная сцена просто поразительная. Сейчас давайте посмотрим, как устроена колонка, познакомимся с ее конструктой. И в конце будет аудиотест. Корпус состоит из двух раздельных частей. Первая часть это где установлен динамик UniQ. И вторая часть это пассивные радиаторы и вуфер. Значит, проверю толщину стенок корпуса. Значит, стенки боковые я уже проверил. Это можно подлезть снизу стороны терминала, а фронтальной панели еще нет. Так. Ну вот такая вот фронтальная панель, чтобы было видно. 36 мм. То есть результат, я бы сказал, ну просто очень-очень хороший. И для вуфера здесь чуть-чуть поменьше фронтальная панель. 26 мм. Ну в принципе тоже как бы все очень-очень неплохо. Мощнейшая магнитная система. Корзина штампованная, но очень-очень толстая. Миллиметр полтора, наверное, может быть даже два. Значит, что можно еще здесь сказать? Это хорошее охлаждение катушки. Большое отверстие, скругленные края, мощный магнит. Значит, еще из интересного можно сказать, что траверсы они не болтаются, а вшиты в спайдер. То есть это очень-тоже очень хорошо. Высота магнитного зазора очень большая и составляет, вот сейчас проверю, 40 майских долларов. Вот в известном мультике мерили удава попугаями. А я вот, чтобы подобраться, измеряю монетами. То есть перевести на простой язык, это 5 мм. То есть очень большая высота магнитного зазора. Но катушка значительно больше. То есть она больше, чем магнитный зазор по высоте. Миллиметры еще на 2, как минимум 3, наверное. То есть высота катушки, можно уже сказать с уверенностью, где-то 23-24 мм. То есть практически при любом положении диффузора катушка всегда остается в магнитном зазоре. Это мало кто так делает, но это вот больше конструкции, в общем-то, хорошего даже сабвуфера, я бы сказал, чем буфером. Значит, что еще можно сказать? Значит, вот если бы мне сказали, что вот если с закрытыми глазами постукал какой диффузор, я бы никогда не сказал, что это алюминий. То есть совершенно глухой-глухой звук. Я бы сказал, меньше даже звучит, чем целлюлоза. Хитрость заключается в том, что это сэндвич. Во-первых, диффузор, он сам по себе тройной. То есть алюминий, два слоя идет демпфера сверху, снаружи и снизу, с нижней стороны. И плюс, вот будет хорошо видно, я отдельно покажу еще. Кадроем это из целлюлозы, такая накладочка, которая просто цементирует полностью вот этот диффузор. Вообще он сделан из алюминия, очень-очень тонкого. То есть фольга, я так думаю, здесь миллиметра, ну какие миллиметры? Две десяток миллиметра. То есть здесь подобраться тяжело, а вот на пассивных излучателях там можно подобраться. То есть тончайшие, чтобы не было никаких вибраций, все это связано с целлюлозой. То есть можно проделать даже, да, вот эксперимент. Страшный вес как бы динамика, но абсолютно вот хорошо держит. То есть реально такую конструкцию как бы я вижу впервые. Просто великолепно сделано, соединена в двух местах кольцевое соединение. В общем-то все здесь классно. Более подробно я думаю, что когда будем отдельно еще смотреть динамики, я покажу. Значит, следующее. Это пассивный излучатель, вот такая вот тарелочка. Да, казалось бы, ничего особенного, на самом деле здесь есть фишки. Вот, кстати говоря, вот здесь можно подобраться и определить, что тончайшая фольга вот еле-еле касается, да, там сразу чувствуется, что она тоненькая. И укрепляет ее точно такой же вот на пассивных радиаторах. Такой же стоит усилитель из целлюлозы. Корзина здесь из штампованного металла, но он тоже глухой абсолютно, то есть очень короткий. Значит, в чем здесь фишка, я бы сказал. Фишка заключается в том, что у многих производителей просто делают на подвесе диффузор. Ну вот, предыдущий, наверное, вот квад, может быть, кто смотрел, помнит. И все. Чем это плохо, я бы сказал? Что при больших амплитудах диффузор начинает вилять и появляется дополнительное искажение. Здесь же пошли по иному пути. Да, еще есть второй путь. Берут просто основу обычного динамика. Снизу спайдер, сверху, соответственно, подвес. Подвешивается какой-нибудь груз. Здесь тоже грузик есть, вот колечко внутри. И все. Чем это плохо? Что со временем спайдер начинает размягчаться, и настройка уходит. Здесь этого нет. Посмотрите, снизу здесь установлено второе-второе такая втулка-кольцо, да, вот второй подвес. И, собственно говоря, вот можно посмотреть. Вот оно перемещается вместе с динамиком. Естественно, долговечность, можно сказать, здесь переживет колонку вот это устройство. И резонансная частота, частота настройки, она не будет меняться. Со временем. То есть, конструкция на самом деле уникальная, я бы сказал. Ну и последнее, это, наверное, гвоздь программы. Это динамик Unique. Два в одном, да. На самом деле, вот мне пришлось очень долго так серьезно разбираться, как все это работает. Казалось бы просто, а оказалось нет, совсем не просто. Значит, что здесь можно сказать? Что тоже мощная магнитная система, мощнейшая. Значит, симметрично противоположны, расположены клеммы для подвода, для низких частот, для катушки. И для твиттера. Катушка здесь уже стоит другая совершенно, вообще динамик совершенно другой. Корзина такая штампованная, но глухая. Значит, диффузор, честно говоря, я думал, что меня обманывает, что это все-таки не алюминий. То есть, вообще, такое ощущение, я думал, ну, полипропилен, может быть, еще что-то. То есть, совершенно глухой диффузор. То есть, как они смогли это все сделать, я не знаю. Но никаких призвуков нет. Катушка имеет сверху усиление. На рисуночке тоже все это покажу. Значит, высота магнитного зазора здесь также точно такая же. Это 40 ямайских долларов. В переводе на обычный язык 5 миллиметров. То есть, тоже такая же высокая катушка. Значит, сам динамик Твиттер крепится вот за этим кольцом. Снимать я его, естественно, трогать не буду. Вот, посмотрим, как это все на картиночке выглядит. Но конструкция, на самом деле, действительно уникальная. Еще и по той причине, что инженеры, они смогли решить главный вопрос. Каким образом компенсировать потерю площади в центре? И они это сделали с помощью уникальной вот этой вот резиночки. Это подвес, да, у нас? Причем он очень хитрый. Я даже не знаю, подвесом-то его трудно назвать. То есть, видите, какая его высота. То есть, это совершенно новая конструкция. И она перемещается одновременно с диффузором. Ну, для того, чтобы была стабильность, сверху как раз полностью обжимает его кольцо. Кольцо, оно тоже хорошо задемпфировано. И поэтому боковых вибраций никаких нет. Значит, сверху она усилена вот такими, да, вот, как видно, зубчиками. Пронтозавр какой-то. Но на самом деле сбоку тоже все это прощупывает. То есть, боковина тоже усилена. Ну, более подробно, я думаю, тоже остановимся, когда уже будем смотреть, что это такое, чтобы понять. Потому что мне пришлось, честно говоря, разбираться достаточно долго, как это все работает. И в конечном итоге я пришел к выводу, что вообще все конструкции – это одно целое. То есть, все, кто… Вот есть любители, которые пытаются собрать что-то самостоятельно, да, там, ничего не выйдет. То есть, надо иметь полный набор. Потому что все работает как одно целое. Дальше это я покажу. Что все отстроено как одно целое. И за счет этого удалось добиться вот такого вот результата. Значит, ну вот, пожалуй, пока по общему знакомству с начинкой все. Значит, кроссовер мы тоже посмотрим, когда буду показывать колонку внутри. И потихонечку пойдем уже к измерениям. И закончим уже, как я говорил, уже тестированием. То есть, прослушиванием. И определением особенностей. Особенности тоже есть, поэтому я обязательно о них расскажу. Корпус состоит из двух частей. В верхней части в закрытом ящике установлен мини-Q. Фронтальная панель и стенки корпуса имеют увеличенную толщину. Набивка звукопоглощающим материалом плотная. В нижней части корпуса, в центре, установлен низкочастотный динамик. Это сделано специально для устранения вертикальной стоячей волны и лучшего согласования с пассивными радиаторами. Набивка центральной секции звукопоглощающим материалом плотная. Толщина стены корпуса 16 мм, толщина перегородок 20 мм. В нижней части корпуса установлен терминал для подключения колонок к усилителю. Бивария и Бианка не предусмотрены. Нагрузка для усилителя легкая, импеданс не опускается ниже 4 Ом. В нижней части корпуса установлен кроссовер. Все фильтры первого порядка. А это электрическая схема Q750. Параллельно низкочастотному динамику установлена корректирующая цепочка. Она вравнивает импеданс динамику. Это график среза по напряжению высокочастотного динамика. И второй график, соответственно, график среза по напряжению МИД-вуфера. Точка кроссовера по напряжению 7 кГц. Точка кроссовера по звуковому давлению составляет 2,4 кГц. При подключении Unique в полном диапазоне частот АЧХ сглаживается, так что оценивать Unique можно только как одно целое. Это график среза по электрическому напряжению низкочастотного динамика. Основные параметры филисмола показывают, что динамик идеально подходит для работы с пассивными радиаторами. А это виден результаты работы корректирующейся цепочкой в низкочастотном динамике. На следующем графике видно, параметры МИД-вуфера Unique идеально рассчитаны для работы с закрытым ящиком. Отличная электромеханическая система Твиттера, низкая добротность, низкая индуктивность катушки, низкая масса подвижной системы. Как результат, быстрый и точный отклик, детальное звучание. Для улучшения работы динамика в нижнем диапазоне предусмотрена удлиненная задняя камера. Раздельная работа Unique и низкочастотная динамика в низкочастотном диапазоне. На графике видна идеальная согласованность параметра. На следующем графике видна совместная работа низкочастотного динамика Unique и совместная работа двух пассивных радиаторов. Частота настройки пассивных радиаторов 45 Гц. А это уже АЧХ совместной работы низкочастотного динамика Unique и пассивных радиаторов. Амплитудно-частотная характеристика Q750 на оси. Вне оси амплитудно-частотная характеристика сглаживается. Что легко можно проверить прибором для измерения РТА. Сейчас я хочу остановиться на особенностях установки и настройки КУ-750. Первоначальные колонки стояли чуть ближе сантиметров на 20 на центрах плит. При прослушивании я обнаружил, что цена была заужена и тональный баланс был тоже немножечко нарушен. Отодвинув колонки друг от друга на 25 сантиметров, сейчас база между ними у меня 2 метра 45 сантиметров, ситуация изменилась. Теперь сцена абсолютно ровная, от левой до правой стены и абсолютно точный тональный баланс. В характере разлучения можно изменить бас, если отодвинуть колонки чуть-чуть от себя, то есть пододвинуть их к задней стенке. То есть бас можно добавить. Настройка сцены. Настройка сцены делается путем поворота колонок или наоборот, если вы уже повернули колонки, развернуть их от себя. То есть необходимо добиться, чтобы сцена находилась на том уровне, чтобы соответствовала голосу, например, исполнителям. Значит, поворачивая колонки чуть-чуть к себе, сцена поднимается. Разворачивая, она опускается. Когда добьетесь нужной высоты сцены, обязательно проверьте центровку, тоже очень критичные колонки. Значит, установите монотрек или специальную дорожку, где точно установлен центр, и доворотом одной из колонок добитесь, чтобы центр был в центре. После этого можно вернуться опять к проверке высоты сцены. Ну вот у меня положение колонок вот такое. Ну, они повернуты буквально на 5-7 градусов, то есть совсем чуть-чуть буквально развернуты, для того, чтобы сцена была на том уровне, на котором она должна быть, и абсолютно ровный тональный баланс. И геометрический центр тоже соответствует центру. Следующий нюанс. Значит, колонки не очень высокие, поэтому те шипы, которые идут в комплект, надо устанавливать обязательно. Значит, еще лучше, если снизу установить опорную площадку какую-то миллиметров 25-30, тогда они будут вот такой высоты, то есть идеальное положение, я считаю, для прослушивания. Нюанс по источнику сигнала. Колонки очень прозрачные. Вот то, что вы на них подаете, то вы и слышите. Поэтому важно правильно подобрать CD-проигрыватель. Очень неплохо воспроизводят они Hi-Race файлы, то есть идеально чисто. CD-проигрыватель, точнее, CD-проигрыватель я проверял, винил я не проверял, но есть основания полагать, что будет отличный результат. То есть они очень хорошо чувствуют сигнал. Следующий нюанс – это выбор усилителя. Динамики имеют очень легкие подвесы, буферы имеют очень хорошую мощную магнитную систему, длинноходные буферы, поэтому выбор усилителя – это актуальная проблема. Значит, необходим усилитель очень быстрый и с хорошей отдачей потоку. В этом случае можно получить то, что было задумано при записи диска. Такой усилитель окажется, может быть, в полтора-два раза дороже, чем колонки, но потенциал колонок столь велик, что к усилителю надо тоже очень серьезно относиться. Можно, конечно, его подключить к абсолютно любому усилителю, то есть нагрузка легкая, минимальный импенданс не опускается ниже 4 Ом, то есть вообще проблем нет. Мы говорим не о том, с чем они будут играть, а какой потенциал заложен в колонках и что можно от них получить. Ну вот, собственно говоря, это основные нюансы. И в заключение, вот, 4 трека, ну, как бы я отношусь к этому с юмором, потому что оценивать звучание колонок через интернет или YouTube, ну, это глупость, ну, вот, просит, а можно что-нибудь ради прикола? Ради прикола можно. Значит, 4 трека будет. Первая – дорожка, вторая будет техническая. Это можно будет проверить микродинамику, макродинамику. Третий, четвертый трек, они выполнялись, эти записи были выполнены аналоговым путем, то есть там потом уже оцифрованы, то есть слышно очень, что хорошо, хорошее было качество записи. Первая дорожка – это запись голосом, и вторая дорожка – это будет звучание двух гитар. Одна гитара – это металлические струны, вторая гитара – нейлоновые струны. То есть система очень хорошо передает все эти нюансы. Вообще, как бы, по звучанию исключительные колонки. То есть мне они очень понравились, единственное, они к себе требуют и партнеров соответствующих. Это источник сигнала и усилитель. А вообще звучание, как бы, оно совершенно для меня новое. То есть оно открытое, то есть отсутствие вот проходного конденсатора, который раньше стоял в верхней части колонки, да? То есть это практически, вот она колонка, она стоит наверху, а это нижняя поддержка только в уфере. Все. То есть идеальное чистое звучание, идеально прозрачное звучание. Ну, на этом все. И до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок